В этой блаженной коробочке лежит бластер под названием Worker Cheetah И так как в последнее время этих бластеров у меня начали покупать очень и очень много У людей встал вопрос, а как собственно собирать данный бластер Потому что он поставляется разобранный И сейчас я вам подробно расскажу, как тушнягу собрать Это все, что идет в комплекте с нашим бластером Сам корпус, стволик металлический, поршень, талон на 15 дартов Вот такой вот замечательный скарчик Деталька, в которой будет ездить наш стволик Винтики и одно сменное уплотнительное колечко Ну и дартики, которые нам чуть позже понадобятся Для сборки нам понадобится одна отверточка Моточек самый простой черный, ну или синий изолентый Если вы хотите плюс тыщу к прочности своей пушки И любая емкость, в которой мы будем складывать винтики, чтобы их не просрать Это мой чисто вам дружеский совет Корпус бластера Чита изначально скручен парочкой винтиков Поэтому, чтобы нам раскрутить наш бластер Берем нашу отверточку и раскручиваем винтики Их я буду убирать в нашу серую миску Чтобы не потерять, это просто удобно У вас-то может быть абсолютно любая тарелочка Ну или все, что угодно Также моя личная рекомендация Подбирайте отвертку с длинной битой Вот два наглядных варианта У одной отвертки длинная бита И во все канальцы Читы с ней удобно залезать А у другой широкой И с такой отверточкой не все винтики мы сможем выкрутить Поэтому возьмите самую большую тонкую отвертку И чтобы эта крестовая отвертка была не сильно большим жалом Чтобы не слезать наши винты Самое обычное, самое простецкое Начнем собирать первый узел Это узел с нашим стволом Здесь он играет далеко не последнюю роль Ведь он не только прогоняет через себя наши дартики Ну а также еще и является рабочим механизмом Который толкает наши пульки в сам себя И он не двухсторонний Как вы можете видеть С одной стороны у него есть вот такая вот фасочка Под уплотнительное кольцо А с другой стороны этого нет И самое главное это не перепутать Наша задача сделать так Чтобы в конечном итоге Часть на которой есть фаска Была здесь и спокойно входила в наш поршень Видите, если мы будем устанавливать другой стороной У нас ничего не получится Поэтому первое что мы сделаем Это заапгрейдим наш стволик Вот так вот выглядит стоковая баррель Как вы можете на ней наблюдать На ней есть вот такой вот оранжевый выступ И нам нужно будет его убрать И кое чем заменить Та желтенькая штука на стволе Которую я вам показывал Делает следующее Она внутри этого желтого элемента Стопорит наш ствол внутри Чтобы мы слишком далеко его не вытаскивали Или совсем с корнями не выдирали Из бластера И проблема в том, что в стоке Она полное говно И за 3-4 раунда Она просто стирается Уезжает с бластера Поэтому мы ее кое чем заменим В общем-то на место Оранжевого стопора Стокового воркеровского Я вам рекомендую просто намотать Черной изолентой Мы берем часть ствола На котором есть непосредственно фасочка Берем наш мизинчик Прикладываем его И видим где у нас начинается ноготь Где-то вот тут И наматываем нашу изоленту Какая-то ювелирная точность Здесь нам не понадобится Просто наматываем максимум Два мотка изоленты Чтобы это не было слишком толсто Все, прижимаем ее И проверяем Вставляем наш элемент И что мы видим? Наш стволик теперь отсюда не выходит И эта штука на века Больше вам никогда ее переподкидывать не надо будет Ну и далее давайте уже завершим сборку данного элемента Бласты воркер Чита Есть вот такие вот детальки Их в комплекте две штуки И воркер их изготавливает на 3D принтере И на нашем оранжевом элементе Есть канальцы под эту детальку И нам нужно Верхней частью сюда Расположить И вставить эту деталь внутрь Выглядеть это будет следующим образом За что же она у нас отвечает А я вам расскажу далее Далее мы можем взять наш корпус И увидеть На его части Вот такие вот пазы Вот такие вот пазы И на нашей детальке Они тоже присутствуют И в будущем Мы это просто с вами Сюда установим Вот таким образом Также у этой детальки есть выступ И вы можете установить сюда пружинку Я этого не делаю Ибо и без нее работает отлично Но однако я вам рекомендую Сохранять все стоковые пружиночки Винтики от этого бластера И никуда их не терять Потому что рано или поздно Они вам смогут пригодиться Далее переходим к сборке Нашего любимого поршня Извлекаем его И можем просто-напросто Смазать колечко Я использую вот такую вот смазку Супер Лайп Смазываю ей абсолютно все свои бластеры Она работает хорошо И никаких проблем с ней нету Изначально на стоковом бластере У нас присутствует смазка Заводская Но я вам рекомендую Ее не использовать А сразу нанести новую Потому что она очень быстро У нас заканчивается Вот так вот наносим Можно особо не жалеть И все Вставляем это все В наш замечательный цилиндрик Оп Замечательно На самом деле 50% бластера Мы с вами собрали Далее Устанавливаем наш поршень В свои канальцы Тут вполне очевидно Где он находится Но вполне не очевидно Как ставить вот эту деталь Это фиксатор Который фиксирует Нашу пружину И он должен перевернуть Быть пружинкой наверх Сам фиксатор Не надо переворачивать Видите на взводе Есть такие тучки От литья И нам нужно поставить их вниз И все Наша деталь Сама отлично встанет Она крутится-вертится Потому что это просто Уплотнительное кольцо В поршне Ну и устанавливаем ее Наша задача Просто поставить эту штуку Одним пальцем Мы придерживаем пружину И устанавливаем ее в канальце И вот этот вот взводик Слегка наклоняем И помещаем Я буду сейчас делать А вы смотрите Придерживаем пружинку Упаковываем нашу тубу И теперь вот этот элемент Вот так вот Подворачиваем вниз И устанавливаем в свой канал Оп Все Все вот так вот Примяли Постучали Все выпрямили Сделали Все И видим что спуск у нас Соответственно попадает На наш фиксатор Так называемый Кеч пружины Сам кеч Хорошо туго отрабатывает Все стоит в своих пазах И все хорошо Давайте я вам покажу Установку еще раз Потому что это достаточно сложно И у многих могут возникнуть вопросы Пружина очень тугая И вам ее будет Очень сложно удерживать Но вы должны с этим справиться И все будет хорошо Вот как видите Тут есть у него микроканальцы Под пружину Вот так подворачиваем Оп Еще разочек Оп Пружину Держим Опа Все главное Чтобы кеч попал в свой канал Все И не поставь И не забудьте Установить триггер Потому что Когда я собирал читу В Макдональдсе Я забыл его поставить В принципе все Теперь Наша задача Просто взять Вторую половинку корпуса Это наверное Самое сложное Что есть в сборке читы И просто совместить Все так Чтобы оно захлопнулось Я ее пересобираю И собираю уже Не первый раз И у меня все получилось Но у вас могут быть проблемы С тем что Пружинка будет Не как-то выскакивать Что-то там буянится Это в общем достаточно Легко все исправить Просто сидите Елозите Там так вот Ковыряете И оно в общем Хлоп Закрывается И все хорошо Останется нам только Закрутить винтики Я вам рекомендую Закрутить Каждый винтик В этом бластере Чтобы все Равномерно стянулось И бластер работал Корректно И хорошо Хотя я иногда Этого не делаю За что Надо каяться Финальные штрихи Нашей сборки Можем проверить Как у нас Достается ствол Что он не выходит За свои пределы Можем завести Наш бластер Проверить герметизацию Воздух держит Отлично Стреляет мощно Можем подкинуть Скарчик И в принципе Идти наваливать Но я вам дам Еще пару советов По эксплуатации Данного бластера Первое Это Как можно прочнее И лучше Закрепить Наш Скар Он тут держится На трении И он держится легко Но со своей работой Справляется хорошо Но если вы будете Носиться В каком-то лесу Или еще где-то Он может упасть Поэтому я вам Рекомендую Дополнительно Его зафиксировать Это можно сделать Как и поверху При помощи изоленты Я так играл У меня весь Скар был замотан И это оранжевая деталь И он при таком Раскладе держится хорошо Если вам не хочется Свой бластер Наматывать Черной изолентой То мы можем Сделать аккуратненький Способ Нам понадобится Вот такой вот Тоненький Канцелярский скотчик Продается он В любом магазине И мы просто берем Аккуратно У краешка ствола Буквально Одного моточка Нам хватит Я вам не рекомендую Делать такой трюк С изолентой Потому что Изолента Толще Чем наш скотчик Все Отрезаем И подкидываем Наш Скар Все Теперь он сидит Здесь плотно И никогда не слетит Даже когда мы будем Во время него Дергать наш бластер Можем теперь взять Зарядить Новую дженочку В нашу читу Взвести И проверить ее На хронографе Результат В целом Иногда колеблется Также надо понимать Что наш любимый Хронограф Работает От света И соответственно Замеряет наш ФПС по свету Поэтому Вот так вот Как вы можете Заметить По синей кнопке Излечения Магазина Это мой Личный бластер Я с ним Отыграл уже Очень-очень И очень много Игр Я гамаю с ним На постоянку Уже точно Больше 7 игр За все это время Я с ним Ничего не делал Кроме Трюка с изолентой Заматыванием Скара в черный Чтобы чисто В лесу Не палиться Смазывать Этот бластер Абсолютно Каждую игру Не обязательно Раз в 5-6-7 игр Можете смазать Хотя он и так Должен работать Нормально В принципе Никаких проблем Я с ним не испытывал Также могу Добавить пару Личных Так сказать Юзер Использований У данного бластера Достаточно Хрупкий взвод Не прям таки У штоп хрупкий Что он ломается От любого До мгновения Но у некоторых Людей Он ломался Потому что Они возили Бластер На самой дне Сумки И он просто Переламывался От веса И тяжести Считай Это не такой Бластер Который стоит Возить на самом Дне Возите ее Аккуратно В самом верху И желательно Взводом вверх Именно так Я и делаю Пережила огромное Количество игр И никаких проблем Я с этим Не испытываю Также мне нравится Механизм Бластера Чита Он простой Надежный И неприхотливый И если вы Умелый игрок И играете Не первый раз То вы легко Поймете Как он работает И никаких проблем Испытывать не будете Если будете Использовать Хорошие Новенькие Дарты Не из-под Автоматических Бластеров А мне Скажу вам В последнее время Нравится Конечно Больше играть На механике Нежели чем На автоматике Вот вы можете Видеть Я вам показываю Устройство Автоматического Бластера В него Вставляется Наш Магазинчик И непосредственно Мы зажимаем Моторы Толкаем Пульку В моторы И два этих Мотора Толкают Эти Дарты Это Быстрая Система Она очень Скорострельная Но к сожалению Не точная В механике Из-за того Что у нас Пулька летит По длинному Металлическому Стволу За счет Воздуха Генерируемого Из нашего Поршня Так еще И закручивается Специальным Нарезным Стволом Эти Бластеры Очень Точные И стреляют Намного Дальше Чем Автоматика Именно За это Я люблю Данную Систему Попал Причем Этот Бластер Настолько Легко Собирается Что Я Вообще Сначала Записывал Гайд На сборку Читы В Макдональдсе Мы Просто Так Ребят Меня Много Говорили Что Они Не знают Как Собрать Читу В общем Я сейчас Макдональдсе Прям Перед Игрой В лесу В дождь Я вам Докажу Что Собрать Читу Это Изи Даже Прям Макдональдс Теперь Берем Просто Вот Эти Детальки Перед Игрой Сидели Кушали Я Собирал Прям В маке Но Там Я Не учел Очень Много Важных Деталей Еще Там Было Хреново Видно То Что Я Делаю Поэтому Решил Записать Деталей 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 Деталей